Лекция по Бхагавадгите, как она есть, 3 глава, тексты с 18 по 30, прочитанная Его Божественной Милостью, Ача Бхагдивиданта Свами Шила Прабхупады, 30 декабря 1968 года в Лос-Анджелесе. Вся слава, собравшись в предданную. Кто читает? Продолжай. Комментарий. Да, 98. Да. Эта глава называется «Карма-йога». Да, продолжай, продолжай читать. Текст 18. Само-сознавший себя человек не обязан исполнять предписанные обязанности, потому что он не стремится к какой-либо цели, и у него нет причин и не выполнять эти обязанности. Он также не зависит ни от других живых существ. Это очень важно. Что на самом деле есть само-сознание? Все методы, религиозный метод, практика йоги, философские размышления, или что-либо, направленное на само-осознание, любой метод. В чем заключается цель этого? И в чем заключается конечная цель само-сознания? Эта конечная цель — понять, что я являюсь вечным слугой Господа, Кришны. И это все. И это называется само-сознание. До тех пор, пока человек отождествляет себе с этим материальным миром, с этим телом, с этим умом, это не является само-сознанием. Само-сознание означает, что я душа, а Верховный Господь — также душа. И я являюсь его неотъемлемой частью, неотъемлемой частью Верховного. Вы можете взять, к примеру, этот палец. Палец является неотъемлемой частью этого тела. Когда палец способен осознать, что я являюсь неотъемлемой частью целого тела, и моя обязанность — это служить целому телу. Это называется само-сознанием. До тех пор, пока человек не понимает этого, он находится в иллюзии. Каково положение этого пальца? Скажем, этот палец — это личность. Любая индивидуальная душа — это личность. Мы уже обсуждали это во второй главе. Каждая, каждый из нас — индивидуальная личность. Как личность, в чем заключается мое положение? Скажем, вы являетесь горожанами государства. Каково ваше положение? Служить государству. Это ваше положение. Это положение хорошего гражданина. Что значит быть хорошим гражданином? Это тот, кто пытается служить государству. Возьмите, скажем, Россию или Китай. Они считают, что государству необходимо поклоняться. Любая составляющая часть государства, то есть горожанин, он должен пожертвовать всем, всем ради государства. В вашей стране также. Военкомат говорит, вы должны сражаться, вы должны идти в армию, но вы не можете отказаться, потому что вы являетесь составляющей частью государства. Если вы отрицаете это, тогда вы не являетесь хорошим гражданином. Вас арестуют, вас будет преследовать правительство. Точно так же мы являемся составляющими частями целого, высшего целого. Это самосознание. Это очень простая вещь. Самосознание не означает нечто необычное, сверхъестественное. Мукти, это называется мукти. Мукти означает освобождение или самосознание. Что это такое? Хитва анетха рупам. Когда мы отказываемся, мы отказываемся от неправильного отождествления. В обусловленном состоянии мы отождествляем себя с американцем. Я американец. Я индус. Я человек. Я это, я то, я белый, я черный. Это все обозначения. Это не признак самосознания. Самосознание означает, что я не американец, ни индийц, ни черный, ни белый. Я душа. Я неотъемлемая часть целого, Кришны. Это самосознание. До тех пор, пока мы не полностью осознали это, до тех пор, пока у нас есть сомнения по этому поводу, мы должны развиваться, совершенствоваться. И как только мы достигаем определенного уровня, когда мы полностью убеждены в этом, это самосознание. Поэтому здесь говорится, самосознавший себя человек не обязан исполнять свои предписанные обязанности. Предписанные обязанности. Вы можете взять любое описание, скажем, Библия, Коран, Веды. Там содержатся определенные предписанные обязанности. Скажем, в вашей Библии есть десять заповедей «Не убей». Для кого предназначена эта заповедь? Тот, кто не осознал себя. Тот, кто осознал себя, что я неотъемлемая часть Верховного Господа, что все являются неотъемлемыми частями Верховного Господа, и человек, и животные, и муравей, и животные, и птицы. Каждое живое существо является частью Верховного Господа. Это признак самосознания. Тогда как вы можете убивать, если каждый является частью, сыном Верховного, как вы можете убивать своего брата? Это признак самосознания. вы не сможете убить даже муравья, как, например, недавно мы опубликовали одно изображение в журнале «Назад к Богу». Охотник. Охотник, ему было приятно убивать животных, он оставлял их полумертвыми. Но когда вы осознали себя, вы не сможете убить даже муравья. Почему? Потому что вы осознали себя. Итак, у такого человека нет предписанных обязанностей. Вам не нужно говорить «Человек, который осознал себя, не убей». Он не будет убивать по своей природе, потому что он осознал себя. У него даже мысли не появятся этой. Самосознавший себя человек, он не будет причинять вреда никому, потому что он знает, что все связаны с Верховным. Его центральный момент — это Кришна. И он не будет злоупотреблять ничем, он будет все использовать должным образом. Это хорошая пища. Мне Кришна дал ее. Я должен предложить ей эту пищу Кришне. Он не будет неправильно использовать. Он будет использовать должным образом эта прекрасная роза. это проявление энергии Кришны. Я должен предложить ее Кришне. Это признак самосознания. Тот, кто обладает этим сознанием Кришны, является самосознавшим себя. Все, он все видит в связи с Кришной. Поэтому зачем ему следовать чему-то еще, каким-то подписанным методом? Все уже есть. Он всему уже следует. Если человек осознал Верховного Господа, то он уже не должен совершать какие-либо аскезы, покаяния, то или это. Он не должен следовать каким-то предписанным обязанностям. Его обязанности закончились. Когда человек чист, когда человек здоров, то ему не требуется лекарство. Он здоров. чтобы заниматься преданным служением сознания Кришны. Если человек занят служением сознания Кришны, это означает, что он здоровый человек. Ему не нужно выполнять каких-то предписанных обязанностей. Понимаете? Поэтому также у него нет и причин не выполнять такую деятельность. Это другой вопрос. Человек не должен думать, что поскольку я в сознании Кришны, поэтому я не должен вставать рано утром. И он может думать, что это предписанные обязанности для кого-то другого. Нет, вы должны делать это. Лока Санграха. Фактически такой человек не имеет никаких обязанностей, но чтобы показать пример основной массе людей, он исполняет предписанные обязанности. Даже Кришна, Кришна является верховной личностью Бога. и он также ходил в школу, он также учился. Он также принимал духовного учителя. Он выражал почтение своему старшему брату. самосознавший себя человек всегда занят в сознании Кришны, но он не отклоняется от своих предписанных обязанностей, потому что другие будут следовать, другие также следовать должны, и поэтому я, другие подумают, что он самосознал себя, поэтому я тоже могу так делать. Поэтому он исполняет все обязанности очень строго. Также он не зависит от других живых существ, он свободен, поэтому он знает, что я неотъемлемая часть Кришны, я завишу от Кришны, Кришна поддерживает многие живые существа, почему бы не поддержать меня, я непосредственно служение Кришне, и это положение самосознавшего себя человека на рай на парах сарвена кудашчина бибити. Продолжай. Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не беспокойся о плодах своей деятельности, ибо действуя так, он достигает Всевышнего. Комментарий. Всевышний есть Божественная Личность для преданных и освобождение для имперсоналистов. Что такое Всевышний? Представление Верховного. Для имперсоналистов имперсональный Браман, сияние имперсонального Брамана это Верховный, как, например, свет. Когда вы выходите на солнечное сияние, когда вы выходите на свет, вы увидите свет, но преданные они не удовлетворены просто солнечным светом, они хотят проникнуть на планету солнца и увидеться с Богом солнца. Это желание преданного, и тот, кто этого не может сделать, он удовлетворяется просто сиянием солнца, для него все есть цвет, солнечное сияние свет, поверхность солнца это свет. Если вы попадаете на солнце, то там тоже свет. Это все духовное положение, имперсоналист или персоналист. Это духовное положение, духовный уровень, но имперсоналист его цель является лишь частичной, потому что они черпают удовлетворение лишь в свете, в виде света, но преданные, им не хватает просто света, они хотят проникнуть через этот свет и увидеть тот источник, откуда этот свет исходит, в этом разнице между имперсоналистами и персоналистами. Они гораздо более возвышены. Сачитананда Викраха. Господь полон блаженства, вечного знания. Имперсоналисты их удовлетворяет лишь знания, дьяна, свет, и все. Знание — это свет. Но более продвинутые говорят йоги. Они хотят увидеть локализованные аспекты, например, шар, солнечный шар. А преданные они хотят увидеть личность, которая господствует солнечной планетой. Это лишь грубый пример. Итак, конечная цель описана следующим образом. Верховный Господь, верховная личность Бога для предного и освобождение для имперсоналиста. Имперсоналисты, они просто хотят освободиться от материальной атмосферы и отправиться в духовную атмосферу. как например, если вы находитесь в темной комнате, вы хотите увидеть свет и все. Имперсоналисты, они думают просто, я хочу увидеть свет, знание, но персоналист, он хочет непосредственно соприкоснуться с верховной личностью Бога. Продолжай. Человек, действующий для Кришны или в сознании Кришны, поднадлежащим руководством и не привязываясь к результатам своего труда, несомненно продвигается к высшей цели жизни. Арджуне было сказано, что он должен сражаться в битве при Курукшетре ради Кришны и по его желанию. Стремление быть добрым человеком и не совершать насилия тоже форма привязанности к результатам своей деятельности. Но действовать ради Всевышнего значит действовать без такой привязанности. Таково высшее совершенство деятельности рекомендовано Верховной Божественной Личностью Шри Кришны. Такие ведические ритуалы, как же это приношение, выполняются ради очищения от грехов, совершенных ради чувственного удовлетворения. Но действия в сознании Кришны трансцендентальны по отношению к последствиям как добрых, так и злых дел. Человек в сознании Кришны никогда не привязывается к результатам своей деятельности, какой бы она ни была, ибо действует только ради Кришны. Да, как, например, вы можете пойти в офис, вы работаете в определенном офисе, работаете под началом какой-либо организации. У вас есть обязанности, и эти обязанности, они доверены вам. что касается прибыли или потери денег этого департамента, в котором вы действуете, вы ничего общего с этим не имеете. Точно так же человек в сознании Кришны действует от имени Кришны. Эти юноши, они отправляются проповедовать в сознание Кришны. Люди, они могут принимать или не принимать это движение. Это неважно, но обязанности ребят это проповедовать. Удачливый человек привлекется, неудачливый может не привлечься, но они все равно должны исполнить свои обязанности. Это очень просто. Таким образом, человек в сознании Кришны не должен впадать в беспокойство, от того, принимают ли люди его проповедь или не принимают. Это не так важно. Мой Гурмахараш говорил, что если кто-то говорит, что мы отправились проповедовать в таком-то и таком-то месте, и только там двое или трое пришли на лекции. Но мой Гурмахараш обычно вдохновлял их. И это факт, на самом деле, что два-три человека. Этого было достаточно вполне. Даже если бы никто не пришел, вы могли просто говорить, и стены бы слышали вас. Понимаете? Почему вы расстраиваетесь? даже стены они слышат? тогда нашего кирптана достаточно ничего страшного. Потому что только удачливые, только удачливые люди. Баху нам джан манам анте, манушья нам, сахас ришу. Чтобы стать сознающим Бога, сознающим Гришну, это не так дешево. Это требует больших аскез, покаяний, достигнуть этого уровня. Поэтому вы никогда не разочаровываетесь, что поскольку люди вам люди не отзываются. Понимаете? Существует множество хороших примеров. Также, когда Иисус Христос проповедовал сознание Бога, у Него было лишь несколько последователей. Но, тем не менее, Он должен был пожертвовать своей жизнью, но Он никогда не расстраивался. Это не должно быть. Проповедник не должен впадать в такое состояние. Люди могут принимать, могут не принимать, но мы должны продолжать, тем не менее, потому что, если Кришна доволен, если Кришна видит, о, эти юноши, они делают очень хорошую работу, они пытаются изо всех сил проповедовать. В этом вы должны находиться в награду. Люди могут принимать, могут не принимать. Это не так важно. Продолжай. Текст 20. Цари, такие как Джанака, достигли совершенства, единственное исполнением предписанного долга. Поэтому, хотя бы ради воспитания людей, ты должен выполнять свое дело. Комментарий. Нет причины к разочарованию. Вы должны просто исполнять свои обязанности. Это все. Карьям. Карьям означает, это мой долг, я должен это делать. Продолжай. Комментарий. Такие цари, как Джанака и другие, были душами, достигшими самоосознания. Следовательно, от них не требовалось выполнение предписанных ведами обязанностей. Тем не менее, они совершали все предписанные действия просто ради того, чтобы показать пример людям. Джанака был отцом Ситы и тестем Господа Ши Рамы. Будучи великим бактой Господа, он уже находился на трансцендентном уровне. Но поскольку он был царем Мидхилы, частью провинции Бихар в Индии, он должен был подавать своим подданным пример исполнения предписанных обязанностей. Господь Кришна и Арджуна, вечный друг его, не имели нужды сражаться в битве при Кругшетре, но они приняли вне участие, чтобы показать людям неизбежность насилия в ситуации, где попытки владеть дело словами оказываются тщетными. Перед битвой при Кругшетре были предприняты все усилия даже и самим Господом, чтобы избежать ее, но в противоположной стороне настаивал он на сражении. Ради правильной цели вступить в сражение было необходимо. Хотя находящийся в сознании Кришны может и не иметь никаких интересов, связанных с этим миром, он все же работает, чтобы научить людей, как жить и действовать. Опытный человек, находящийся в сознании Кришны, способен поступать таким образом, чтобы за ним последовали другие, о чем говорится в следующем стихе. Текст 21 «Чтобы не делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним, и какие бы нормы он не устанавливал на примере своих действий, весь мир следует им». Это очень важно. Поэтому лидеры должны быть идеальными людьми. Тогда сама по себе страна и общество становятся очень хорошими. Потому что если лидер общества совершенен, раньше были времена монархия. Монархия была основным формой правления, и царь получал образование, очень высокое образование в том, как управлять государством, как, например, Махараджи Дхиштира. Махараджи Дхиштира идеальный царь, Господь Рамачандра идеальный царь. Однажды кто-то подошел к Господу Рамачандре и потребовал ответа от него. Он сказал, что творится в своем государстве. Мой сын умер в присутствии своего отца, при жизни своего отца. И, посмотрите, царь, он был ответственен за это. Если было очень холодно, царь отвечал за это. Если было очень жарко, царь отвечал за это. Попытайтесь понять, насколько царь был ответственен за счастье горожан. Они были идеальный царь, и поэтому горожане, они также следовали ему, поэтому они становились сознающими Кришну. Они все были преданными, и если лидер грешник, и он занимался различной неблагочестивой деятельностью, то каким образом могли горожане стать хорошими и благочестивыми, этого просто невозможно. Поэтому здесь мы рассматриваем очень важную тему. Какое бы действие не совершал великий человек, обычно люди следуют его стопам. Поэтому очень нужен хороший лидер. Вам не нужно давать образование каждому, горожанину в отдельности. Если у вас есть хороший лидер, тогда горожане автоматически становятся все хорошими, и какой бы стандарт он не устанавливал своими примерными действиями, весь мир будет следовать ему. Продолжай. Текст 22. Алсан Притхи, во всех трех планетных системах нет такого дела, которое я был бы обязан выполнять. Я ничего не желаю и ни в чем не нуждаюсь. И все же я занят выполнением подписанных обязанностей. Да. Посмотрите, Кришна, Верховная Личность Бога. Мы работаем, потому что нам нужно что-то. Но в чем он нуждается? Он полон. Он самодостаточен. Но тем не менее он приходит, как говорится, «Ида-ида-хидарма-ся, гла-нир-бавати-барата». Как только возникают отклонения в исполнении религиозных принципов, в соблюдении религиозных принципов, «Абьюда-намадарма-ся». И как только воцаряется безбожие, «Тадатманам-сирджаме-хам», тогда я являюсь. Почему Кришна приходит? Кришна сам объясняет это. Он приходит лично, он посылает своего представителя, он посылает своего сына для того, чтобы произвести реформу. Кришна или преданный Кришны, или сын Кришны. Почему Господь Иисус Христос пожертвовал своей жизнью? Просто чтобы показать, что человеческое общество должно сознавать Бога. Но, к сожалению, людям все равно до этого. они следуют, они называют себя христианами, но они не следуют примеру Господа Иисуса Христа. Но они должны следовать. Каждый должен. Человек в сознании Кришны, они также должны следовать предному Кришне или Кришне. Это необходимо, это требование. Так, или Кришна, или его представитель, который приходит на планету, в этот мир. Он приходит, чтобы показать пример, чтобы дать пример, как нужно жить, как нужно использовать человеческую форму жизни. Они ничего не хотят от мира. Они сами по себе совершенны. Те, кто приходят из Духовного Царства, из Духовного мира, они ничего не хотят. Им не нужно ничего делать здесь. Они совершенны. Но тем не менее, они исполняют свои обязанности. Они делают что-то. Точно так же, те, кто хотят быть лидером общества, они должны быть идеальными людьми. Они должны сознавать Кришну. Тогда весь мир будет счастлив. Иначе эти совершенно бессмысленные выборы, если бы он стал лидером, что они могут сделать? У них нет образования. Никто не обучал тому, как делать благо людям. Они не могут это делать. Только преданные, только те, кто сознает Кришну, те, кто сознает Бога, они могут на самом деле принести благо обществу. Другие не могут этого сделать. Поскольку всего у Верховной Божественной Личности в изобилии и все существует в полной истине, у него нет необходимости выполнять какие-либо обязанности. Тот, кто заинтересован в плодах своей деятельности, имеет какие-то определенные обязанности, но тот, кому не к чему стремиться во всех трех планетарных системах, без сомнения не имеет обязанностей. И все же Господь Кришна принимал участие в битве прикры кшатри, возглавляя кшатри, поскольку долг кшатри защищать страдающих. Хотя Он стоит выше всех заповедей шастр, чтобы их нарушало. Двадцать третий. Ведь если бы я когда-либо пренебрег исполнением долга, о Падха, несомненно, все люди последовали бы моему примеру. Двадцать четвертый. Если бы я не выполнял приписанных обязанностей, все эти миры были бы разрушены. Я был бы причиной рождения нежелательного населения, и таким образом я нарушил бы покой всех живых существ. Комментарий. Варна-санкара значит нежелательное население, которое нарушает покой всего общества. Для поддержания общественного порядка существуют правила и предписания, благодаря которым население достигает умиротворения и становится способным к духовному развитию. землю. Когда Господь Кришна нисходит на землю, Он естественно придерживается этих правил и предписаний, чтобы показать, как важно, как необходимо их выполнение. Господь является Отцом всех живых существ, поэтому если живые существа находятся на ложном пути, то ответственность косвенно ложится на Господа. Поэтому всякий раз, когда заметно всеобщее пренебрежение религиозными, регулирующими принципами, Господь Сам нисходит и направляет общество. Однако необходимо твердо помнить, что хотя мы и обязаны следовать поступам Господа, все же подражать Ему мы не можем. Следование поступам и подражание не одно и то же. Итак, Кришна, когда Ему было семь лет, Он поднял Холм Говардхан, если мы пытаемся подражать Господу, Кришна поднял Холм Говардхан, я тоже могу попробовать. Это не является следованием, вы не можете этого сделать, понимаете, потому что иногда глупые негодяи говорят, что Кришна занимался танцем раса, я тоже буду участвовать в раса ливе, поэтому я запрещаю, не обсуждайте раса лилу, Кришны с обычными людьми, они не могут понять этого, они просто думают, что ну это замечательно танцевать с девушками, девушки и мальчики танцуют вместе, нет, нет, мы должны следовать наставлению Господа, которое дано в Бхагавадгите, мы не можем подражать Ему, Он всемогущий, такой же пример, сияния Солнца, солнечный свет может выпаривать влагу из грязного места, но это никак не сказывается на солнечном свете, Солнце, оно остается затронутым, но если вы пойдете в грязное место, вы сразу же скверняетесь, никто не должен пытаться подражать всемогущему, но необходимо следовать Его наставлениям, таков должен быть девиз нашей жизни, продолжай, подражать и следовать это не одно и то же, мы не можем подражать Господу, поднимая холм, гвардан, как Господь сделал это, будучи еще ребенком, это не под силу человеку, мы должны следовать Его наставлениям, но при этом нельзя пытаться подражать Ему, в Шримадбхагаватам говорится, человек должен просто следовать наставлениям Господа и Его наделенных особой властью слуг, их наставления несут благо для нас и любой разумный человек будет исполнять их, как это предписано, однако нужно стерегаться попыток имитировать их действия, не следует пытаться выпить океан яда, подражая Господу Шиве. Мы должны рассматривать положение Ишвар или тех, кто действительно способен контролировать движение Солнца и Луны как Высшее. Не имея такой власти, никто не может подражать Ишварам, обладающим сверхмогуществом. Господь Шива мог пить яд, мог даже проглотить океан яда, но если обычный человек попытается выпить хотя бы часть такого количества, он умрет. Существует много так называемых последователей Господа Шивы, желающих предаваться курению ганджи, марихуана и подобных наркотиков, забывая, что подражая таким образом действиям Господа Шивы, они призывают скорую смерть. Подобным же образом существуют так называемые преданные Господа Кришны, которые предпочитают подражать Господу его раса или танцы любви, забывая о своей неспособности поднять холм Гвардан. Поэтому самое лучшее не пытаться подражать всемогущим, но просто следовать их наставлениям. Также не следует пытаться занять их пост, не имея квалификации. Существует много так называемых претендующих на то, что они инкарнации Господа, но не обладающих его властью. 25 текст. Невежественные люди исполняют свои обязанности ради плодов их. Этим утром представитель издательства был просто изумлен. С вами же столько людей приходит, и они говорят, что я Бог. Что это такое? Эти негодяи, они все время так делают. Существует множество инкарнаций Бога, они не имеют силы, но они инкарнации. Почему люди обманываются? Если люди приходят и говорят, я Бог, почему бы они проверить Его? И как проверить? Когда Кришна приходит, Он верховный личность Бога. Конечно, Арджуна был убежден в этом. Он принял это, Парамбрама, Парамдхама, но ради того, чтобы дать урок будущему поколению, Он попросил Кришну, пожалуйста, прояви для меня твою вселенскую форму, иначе, если ты не покажешь этой вселенской форме, они будут думать, что они будут говорить, что я Бог, но Бог это не дешевка какая-то. Они подражают, они пытаются подражать, но это очень опасно. И те, кто принимают таких негодяев, они тоже лишены разума. Они должны понимать, как, например, я спросил представителя издательства, скажем, если я приду и скажу, что я президент Джонсон, вы что, примите меня? Точно так же. Люди должны понимать, что такое Бог, каково определение Бога, как я могу принять этого негодяя как Бога. У них также нет разума. Кто-то приходит и говорит, я Бог. И он принимает, да, Бог. Это же абсурд. Продолжай. Как невежественные люди исполняют свои обязанности ради плодов их, мудрецы же делают это ради того, чтобы вывести людей на правильный путь. 26. Чтобы не смущать умы невежественных людей, привязанных к плодам своей деятельности, мудрый человек не должен заставлять их прекращать всякую работу, а скорее он должен вовлекать их в деятельность, проникнутую духом предного служения для постепенного развития сознания Кришны. Как Харидас Такур повторял имена в уединенном месте постоянно. Если кто-то не поднявшись до такого высокого положения начинает подражать «О, Харидас Такур повторял это, я тоже сяду в уединенном месте и буду повторять». Нет, это невозможно, это невозможно. Он просто будет подражать и он будет заниматься всякой ерундой. Поэтому каждый должен исполнять свою деятельность и плоды своей деятельности, плодами своей деятельности он должен служить Кришне. Мы не можем подражать Харидасу Такуру, это не наше положение. Если человек поднимается на этот уровень, то это другой вопрос, но, как правило, этот уровень не для обычных смертных. Поэтому каждый должен выполнять свой долг и пытаться служить Господу с помощью плодов своей деятельности. Таков должен быть девиз нашей жизни. Продолжай. Душа, введенная в заблуждение влиянием ложного эго, считает себя совершающей действия, которые в действительности выполняются тремя гунами материальной природы. Комментарий «Может показаться, что два человека, один в сознании Кришны, а другой материалист, действуют на одном и том же уровне, но на самом деле в их положении существует огромная разница». Ложное эго убеждает материалиста, что он все совершает сам. Он не знает, что механизм его тела создан материальной природой, которая действует под наблюдением Всевышнего Господа. Материалист не ведает, что в конечном счете он находится под контролем Кришны. Человек, находящийся под влиянием ложного эго, считает, что он действует независимо, и это признак его невежества. Он не знает, что его грубое и тонкое тело является творением материальной природы, руководимой Верховной Божественной Личностью, и потому его тело и ум должны быть заняты служением Кришне, в сознании Кришны. Невежественный человек забывает, что Верховная Божественная Личность известен как Хриши-Кеша, или хозяин чувств материального тела. Вследствие того, что человек долгое время занимался удовлетворением собственных чувств, он вводится в заблуждение ложным эго, которое заставляет его забыть его вечные взаимоотношения с Кришной. Двадцать восьмой текст. Тот, кому известна абсолютная истина, усиленно руки, не интересуется чувственным удовлетворением, хорошо понимая разницу между деятельностью в преданном служении и кармической деятельностью. Комментарий. Тот, кому известна абсолютная истина, убежден, что его положение в материальном окружении неестественно для него. Он понимает, что является неотъемлемой частичкой Верховной Божественной Личности Кришны, и что ему не место здесь в материальном мире. Он постиг свою истинную сущность как неотъемлемой частички Всевышнего Господа, который есть вечное блаженство и знание, и понимает, что тем или ином образом он попал в ловушку материального существования. В своем же чистом состоянии он предназначен для того, чтобы посвящать себя предному служению Верховной Божественной Личности Кришне. Итак, он занимается деятельностью в сознании Кришны, естественным образом становится материальных чувств, которые случайны и временны. Он знает, что материальные условия его существования находятся под Верховным контролем Господа. Следовательно, его не волнуют никакие материальные последствия, ибо он считает их милостью Господа. Согласно Шимадбхагаватам, того, кто познал Абсолютную Истину в ее трех различных аспектах, а именно как Брамана, Параматму и Верховную Божественную Личность называют Таттва-Вид, поскольку он также знает и свое истинное положение во взаимоотношениях со Всевышним. Есть стих Шимадбхагаватам «Ваданьте Таттва-Видас Таттвам Ежджианам Адваям». Таттва-Вид. Таттва означает истина, а вид означает тот, кто знает. Итак, человек, который знает все эти вещи, его называют Таттва-Вид. Продолжай. 29 текст. Введенные в заблуждение гунами материальной природы, невежественные люди занимаются только материальной деятельностью и привязываются к ней. Но, несмотря на то, что действия таких людей, вследствие их неведения и действия низшего порядка, мудрый человек не станет беспокоить их. Комментарий. невежественные люди ложно отождествляют себя с грубым материальным сознанием и полны материальных определений. Это тело дает нам материальная природа и того, кто слишком привязан к телесному сознанию, называют лентяем, не имеющим представления о своей духовной сущности. Невежественный человек отождествляет свое тело и свое я, телесные связи с другими, он принимает за родство, поклоняется земле, на которой появилось его тело и рассматривает религиозные ритуалы как самоцель. Да, Кришна говорит, что преданные не должны беспокоить их. Преданные они настолько добры, они принимают на себя риск, как, например, Нитянанда Прабху. Он принял на себя столько риска, Господь Иисус Христос принял столько риска на себя, поэтому преданный более добр, чем Бог. Преданный более милостив, чем Сам Господь. Мы должны постоянно помнить об этом. И поэтому Кришна говорит, Матбактах Пуджя Пья Тика Тот, кто поклоняется Моему предному, Он поклоняется больше даже, чем тот, кто поклоняется Мне. Это означает, что Господь ценит поклонение своему предному больше, чем поклонение entire себе самому. На самом деле, преданные они настолько добры. Кришна говорит, те, кто погружены в материальное сознание, не беспокойте их, но преданные они рискуют даже ценой своей жизни, поэтому преданные он настолько дорог Кришне. Это будет объясняться в 18 главе. Человек, который принимает риск на себя, чтобы проповедовать сознание Кришны, он никто не более дорог, чем он в человеческом обществе. Кришна говорит таким образом. Текст 30. Поэтому, Арджуна, посвяти все свои действия мне, полностью сознавая меня, не желая выгоды, без притязаний на собственничество, не стряхнув апатию, сражайся. Комментарий. И этот стих ясно указывает цель Бхагавадгиты. Господь учит, что каждый должен полностью обрести сознание Кришны, чтобы выполнять свой долг, как если бы он был подчинен воинской дисциплине. На этом пути могут возникать трудности, но, тем не менее, нужно выполнять свой долг, подчиняясь Кришне, ибо таково установленное положение живых существ. Живое существо не может быть счастлива, независимо от Верховного Господа, поскольку его вечное предназначение состоит в подчинении желаниям Господа. Поэтому Шри Кришна приказал Арджуне сражаться, как будто Господь был его военно-начальником. Нужно пожертвовать всем, следуя доброй воле Всевышнего Господа, и в то же время выполнять предписанные обязанности, не заявляя своих прав в собственности, на что бы то ни было. Арджуна не должен был обсуждать приказ Господа, ему следовало его просто исполнить. Всевышний Господь есть душа всех душ. Поэтому того, кто целиком подчиняется воле сверхдуши, не ожидая вознаграждения, или другими словами, того, кто полностью осознает Кришну, называется Адьят Мачетас. Нерашихи означает, что нужно действовать по приказу своего Господина, не рассчитывая получить от этого выгоды. Адьят Мачетас полон знаний о душе. Человек должен действовать по указанию Господина. Человек не должен ожидать никаких плодов взамен. Кассир может считать деньги своего хозяина, миллионы долларов, но сам не возьмет себе и цента. Подобным же образом каждый должен понять, что ничто в мире не принадлежит какой-либо индивидуальной личности, но все принадлежит Всевышнему Господу. Таков истинный смысл словом «Мои» или «Мое». А когда человек действует в сознании Кришны, он, естественно, не претендует на обладание чьего-либо. Это сознание называется Нирмама или «Нет ничего моего». А если возникает нежелание выполнить такой строгий приказ, который не считается с так называемыми родственными связями, подобное нежелание следует подавить. Таким образом, можно стать вигата-джвара или свободным от беспокойности или сонливости сознания. Для каждого, согласно его качествам и положению, предназначена деятельность определенного рода, и все его обязанности могут полностью выполняться в сознании Кришны, как описывалось выше. Это выведет человека на путь освобождения. Спасибо. Если у кого-то какие-то вопросы, в прошлом были люди, которые практиковали йогу, концентрировались на Кришне в сердце, когда они достигали совершенства в этом, оказывали ли они преданное служение? Да, преданное служение... Существует девять видов преданного служения. Шраванам. Вы, например, слушали сейчас внимательно. Это также преданное служение. Те, кто терпеливо слушают эти темы в сознании Кришны, они также исполняют преданное служение. Слушают. И, как, например, вы читаете, вы также оказываете служение. Точно так же те, кто постоянно думают о Кришне, они оказывают служение. Занимающиеся служением в этом храме, они занимаются преданным служением. Пада Севенам. Арчанам, занимающиеся служением Божеству, выполняют преданное служение. Банданам, те, кто предлагают молитвы, занимаются преданным служением. Так же, как в христианской церкви или в мечети. У них нет божества, но они молятся, и это преданное служение. То есть, человек может следовать любому из этих процессов. Главное, чтобы это было связано с Господом. Есть множество разных путей. Если человек следует всем путям, или, по крайней мере, одному из них, с искренностью, то он достигнет совершенства. Таков метод, но из всех методов преданного служения самая главная основная колонна — это шраванам. Слушание без слушания все остальные пути преданного служения, все остальные методы преданного служения не позволят человеку достичь совершенства. Поэтому слушание — это самое важное. Слушание согласно нашей философии Вайшнавов, особенно согласно философии Господа Читании, слушание и воспевание, пение являются двумя основными колоннами для преданного служения. Итак, те, кто сосредотачивает свой ум, думая о Кришне, это совершенство системы йоги, но у них нет и представления о Кришне. они выдумывают какой-то круг, они концентрируются. Это лишь практика, как занять свой ум, потому что ум, он очень неустойчив. Я думаю о красном круге и в следующий момент я думаю о чем-то красном, от этого красного я перемещаюсь на что-то красное и затем снова красное и так далее, и ум просто уходит. Понимаете? Это концентрация ума, это очень трудный метод в этот век, потому что ум, он очень возбужден. Поэтому нужно побуждать людей, заставлять людей слушать Харе Кришне. Даже если у них нет ума, сосредоточенного ума, чтобы слушать, вы просто громко повторяете Харе Кришне, и они будут слышать. Их ум просто притянется, это очень хороший метод. Ему даже не нужно концентрироваться. Я заставлю его сконцентрироваться, понимаете? Как только он слушает Кришна, он сразу же продвигается на шаг. Это очень хорошее, замечательное, это величайшее служение человечеству. Просто пойте Харе Кришне, и они получат благо. Понимаете? Да. Когда вы говорите о Господе Шиве, то, что человек не должен имитировать его, и люди, они имитируют его, и затем они говорят, о, мы курим марихуану, потому что Шива курит. А правильно ли говорить, что, о, вы хотите имитировать его, тогда, пожалуйста, выпейте также океан яда, если они будут имитировать его, тогда, если они хотят имитировать его, тогда, пусть они имитируют его, да, если они, если они умрут, поскольку они имитируют, такой будет результат, они просто умрут, и все. А можно ли беспокоить ум завистливого человека? Завистливого? Да, много людей они завидуют Господу. Каждый завидует. Этот мир, этот мир завистников, они говорят, что Бог мертв. Вы что, не видели? Есть такая бенгальская история, как однажды один человек захотел проверить, сколько воров живет в его деревне. И когда он приступил к своему расследованию, он обнаружил, что каждый вор, все воруют. Точно так же, завистливые, вы можете начать, начиная с президента Джонсона, кончая самым последним гражданином вашей страны. Все они завидуют сознанию Бога, иначе в вашем Лос-Анджелесе миллионы, миллионы людей, и только дюжина людей приходит сюда на программы. Почему? Они завидуют. Что это за ерунда о сознании Бога, о сознании Кришны? Вы ведь видели это? Поэтому вы должны беспокоить их. Это наша обязанность. Мы должны беспокоить этих завистников. Это наша обязанность беспокоить их. служащих. И это величайшее служение. Как, например, человек может спать, но кто-то подкрадывается, чтобы убить его, и его друг, находящийся рядом, он кричит, «Сэр, проснись, проснись, проснись». Вы можете сказать, «Почему ты меня беспокоишь?» Но это же величайшее служение. Вас спасут. Майя подкрадывается к вам, чтобы убить вас, чтобы послать вас в самую темнейшую область ада. И вы спасаете этого человека. Пой Харе Кришна, и будешь спасен. Эти люди, они не понимают, насколько они запутались в ловушке Майи, в иллюзии. Они думают, что они очень счастливы, они развиваются. Но они на самом деле не знают, в каком положении находятся. Это называется иллюзия. Есть ли еще вопросы? Пропада в этот век Кали, когда нет социальной структуры или Варнаши Мадхармы, как человек может разделять, каким образом использовать свою энергию, в каких предписанных обязанностях, как мы можем определить свои предписанные обязанности, как Господь Кришна описывает здесь, что Арджуна должен следовать своим предписанным обязанностям. Да. Перед тем, как прийти в сознание Кришны, вы находились в Варнашаме? Как же вы пришли? Как вы пришли к этому положению? Без сознания сознания Кришны? Какое положение вы занимали в Варнаши Мадхарме? Итак, в настоящий момент нет никакой возможности следовать принципам Варнаши Мадхармы. Не здесь, нигде, либо еще. Каждый все являются Варнасанкарой. Калару Шудра Самбава. В этот век каждый является Шудрой. Никто не является Браманом, никто не является Кшатрием, никто не является Ващей, все Шудры. Таким образом, в этот век вы не сможете найти никого, кто следовал бы Варнашам Мадхарме. Лекция по Бхагавадгите, как она есть. Третья глава, тексты с 21 по 24 прочитана его божественной милостью, Ачеба Активиданта Свами Прабхупады летом 1966 года в Нью-Йорке. Человек становится достойным славы, не важно кто он, даже если он низкорожденный, если он произносит святое имя Господа, Швапача топи, Швапача, шва означает собакам, а пача, пача-то означает тот, кто поедает собак. Тот, кто поедает собак. В Индии собакоеды считаются самыми низкими людьми. Собакоеды. Швапача-то означает собакоеды. Даже если человек является собакоедом, это не имеет значения. Если он способен повторять святое имя Господа, тогда он становится достойным славы. И это воспевание Харе Кришна настолько славно, что каждый, кто воспевает эти святые имена, также становится достойным славы. Господь Кришна говорит, Яд-Яд, что бы ни делал лидер или высшестоящий, в каждом обществе, в каждой стране есть определенный класс людей, которые считаются лидерами или которые стоят выше других. Господь Кришна говорит, что обыкновенные люди следуют тому, что делают люди высшего уровня. Саят Праманам Куруте Если человек из высших кругов общества пишет, например, какую-нибудь книгу или дает какое-нибудь указание, Локас Тадон Вартате Обыкновенные люди как правило следуют этому. Все идеи заключаются в том, что Кришна хотел, чтобы Арджуна стал идеальным человеком. Идеальным человеком. Чтобы обыкновенные люди следовали за ним как правило, так и происходит. Если руководитель в обществе является идеальным человеком, то его последователи тоже становятся идеальными людьми. А если лидер общества или страны не представляют собой идеального человека, то последователи этого человека или люди, живущие в его стране, члены его общества, такие же. И Кришна говорит, «Наме партхасти картавьям тришулукешу кинчина». «Посмотри, Арджуна, я верховная личность Бога. И я не стремлюсь получить что-либо в этом мире. Обычный человек занимается каким-то делом для того, чтобы извлечь из этого какую-нибудь выгоду. Если выгоды нет, никто не будет работать. Обязательно должна быть либо духовная выгода, либо материальная. Кто-то работает ради материальной выгоды, а кто-то действует ради духовного блага. Но какое-то благо должно быть. Но Господь Кришна – Верховный Господь, Верховная Личность Господа. Это означает, что Он обладает всеми достояниями. к чему обычно стремятся люди. Люди, как правило, желают богатства. Желают денег. Они хотят быть очень богатыми людьми. Они хотят накапливать богатство. Миллионы и миллионы рупий. Затем люди также хотят быть сильными. Кто-то хочет стать очень красивым. Кто-то желает стать очень ученым. Кто-то желает стать очень знаменитым. Существует шесть достояний. Шесть этих достояний. Я уже много раз говорил об этом. Ашварьяся самаграсья, вирьясья, яшаса, шрия. Это четыре типа достояний. То есть богатство, сила, красота, знания и отречение. достояния. Отречение также считается богатством, достоянием. У кого-то может быть очень много денег, очень большое богатство, но он вдруг отказывается от всего и становится нищим монахом. Конечно же, есть определенная причина для этого. Есть много примеров, скажем, в политической сфере, когда человек отказывается от всего, от всех удобств, от всего богатства. Он всего отказывается и становится очень известен в политической области. И точно также и в духовной сфере. Люди отрекаются от чего-то. они могут отрекаться от всего ради того, чтобы достичь духовного совершенства. Итак, отречение это тоже одно из достояний. Богатство, сила, красота, знания, отречение все это достояние. Но Господь Кришна говорит, я не стремлюсь получить никакие из этих достояния. Определение Бога таково. Это тот, кто обладает всеми этими достояниями. Это и есть Бог. В ведических произведениях вы можете найти такое определение Бога. У всего есть свое определение. И вот определение Бога это Айшварияся самаграсия. Тот, кто во всей полноте обладает богатством, силой, славой, красотой, знанием и отречением. Если кто-то обладает этим, то это Бог. И Господь Кришна доказал это. Господь Шри Кришна был среди нас, мы можем видеть это из истории. Если мы верим истории, то мы видим, что Он обладал всем. Он обладал всем. Когда Господь Кришна проявил свое могущество выбраться домохозяина, вы удивитесь этому. Возможно, большинство из вас знает, что Он женился на 16 тысячах в 16 16 тысячах. Это может быть удивительно. Как человек может жениться на 16 тысячах в 16 тысячах 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 Такой, как мы, или, может быть, немного более могущественным, чем мы, не может сделать это. Но Бога определяют словом в прилагательном все могущие. Бога называют всемогущим. И для Него нет ничего невозможного. И если мы вообще верим истории, то мы видим, что Господь Шри Кришна женился на 16 108 женах, и он построил 16 108 дворцов. Они были замечательным образом украшены, и они были оснащены всем необходимым. И они были построены из мрамора. Все было из мрамора. И там, в этих дворцах, не нужно было света. Эти дворцы были так чудесно украшены драгоценностями, что эти драгоценности отражали свет. И этот свет освещал весь дворец. И еще одно. Кришна присутствовал одновременно во всех этих дворцах. У него было 16 тысяч жен и 16 тысяч дворцов. И он присутствовал в своих экспансиях во всех этих 16 тысячах дворцов. Таково было его могущество. Кришна обладал всеми достояниями. И когда Кришна присутствовал на поле битвы Курукшетра, он был уже старым. Он был уже достаточно старым. Хотя на изображении вы видите молодого человека 20 лет. Вы видели это изображение. Кто-то из вас скорее всего видел изображение Кришны, когда он был на поле битвы. А Джуна сидит на колеснице, а Кришна ведет его колесницу, играет роль колесничего. А Джуна и Кришна были одного возраста, но А Джуна выглядит старше, а Кришна выглядит младше. Но в то время у Кришны уже были праправнуки. У него были внуки и дети этих внуков уже появились в то время. И численность его семьи составляла около 10 миллионов. Это может быть удивительным, но для Бога нет ничего удивительного. Возьмем хотя бы тот факт, что каждый является сыном Бога. Сарва Юнишука Онтая Самбаванти Муртайуя. Вы можете прочитать в Бхагавадгите. Кришна говорит, Я Отец всех живых существ, находящихся во всех формах жизни. Какую бы форму ты не видел, Я Отец всех этих живых существ. Посчитайте, сколько живых существ во всей Вселенной или в творении. Таким образом, 10 миллионов сыновей, внуков и правнуков это ничто по сравнению с тем количеством детей, которые есть у Кришны во всем творении. И Кришна обладал таким могуществом. Он говорит, Партха, мой дорогой Арджуна, я ни к чему не стремлюсь. Не думай, что я принял участие в битве и помогаю тебе для того, чтобы получить какое-то вознаграждение или какую-то выгоду. Ведь только по своему собственному желанию, по одному лишь желанию я могу получить все. Намэ партха стикар тавям. Поэтому у меня нет какой-то определенной обязанности. В панишадах вы можете найти описание Брамана. Натасия Карям Каранам Чавидяты. Верховному Браману не нужно делать ничего. такого определения Высшего Брамана. Всем нам необходимо заниматься чем-то. Предположим, вы хотите достичь духовного совершенства. Вы должны делать что-то. Вы должны совершать что-то. Практически что-то делать. Принимать какие-то аскезы на себя. Например, мы пытаемся повторять Харе Кришна мантру. И мы делаем это с мыслью «Я хочу достичь духовного совершенства. Я хочу возвыситься». Если мы желаем чего-то, мы должны делать что-то. Но определение Брамана или Бога это такое определение, что ему не нужно ничего делать. Веды Упанишады утверждают это. Натасия Карям Коранам Чавидяты ему не нужно ничего делать. И тем не менее он является Богом. Неверно считать, что человек может стать Богом, если он сделает что-то для этого. В наши дни люди обычно говорят, «Я медитировал так много лет, я прошел через такие аскезы, и теперь я стал Богом». Но Бог не создается таким образом, Бог не появляется таким образом. Когда Кришна лежал на коленях у своей матери, он и в то время также был Богом. Неверно полагать, что ему нужно было сначала вырасти, потом пройти через какие-то аскезы, покаяния, принимать какие-то обеты, уйти в джунгли или в Гималайи, принять какого-нибудь великого духовного учителя и так далее. И только потом он стал Богом. Сейчас это очень распространено. Любой, кто немного продвигается в духовной жизни и может показывать какие-то чудеса, сразу же становится Богом. Но Бог это не какая-то дешевка. Бог это не такая дешевая вещь, что просто показывая какие-то чудеса, вы можете стать Богом. На днях я рассказывал историю о Дурвасимуне. Дурвасимуне был великим йогом. Йог может показывать множество чудес. Когда я был маленьким, у меня был воспитатель, и он рассказывал мне о своем духовном учителе, который был йогом. и вот этот воспитатель рассказывал, что когда он посетил своего духовного учителя, который был йогом, его духовный учитель спросил его, что ты хочешь поесть? И вот этот воспитатель знал, что его духовный учитель был великим йогом. и ему тогда захотелось попробовать гранат из Кабула. В Индии люди очень любят гранаты из Кабула, из Афганистана. И его духовный учитель сказал, да, хорошо, ты можешь найти этот гранат в той комнате. Посмотри, он зашел в ту комнату и увидел, что там лежит этот гранат, только что сорванный из дерева. И с него капает сок. Видите, йог может проявлять такие чудеса. До сих пор живут очень много йогов, которые могут производить даже золото. Они могут создавать золото. Они делают это так. Они съедают как это называется пара, как по-английски сказать пара, жидкий металл, белый металл. Что это? Ртуть? Да, ртуть, точно. Они съедают ртуть и на следующее утром. Они мочатся. И в эту мочу они кладут медные монеты, как, например, у вас центы. И потом они нагревают эту мочу, и эти медные монеты становятся золотыми. Это известная химическая формула. Это теоретическая истина. Известно, что молекулы ртути и молекулы золота почти похожи друг на друга. Только одна молекула отличается. И ртуть можно превратить в золото. Это известно в химии. И мы знаем из ведических писаний, что в прежние времена оружейный металл, которому примешивали ртуть, мог быть превращен в золото. И существует много йогов, которые с помощью своих йогических возможностей могут получать то, что открывают ученые в процессе химических и физических исследований. При этом ученые называют это прогрессом науки. Например, сейчас люди делают попытки путешествовать в космосе, но йоги могут путешествовать в космосе очень быстро, гораздо быстрее, чем любой спутник. На днях я рассказывал о том, как Дурвасамуни однажды пролетел через всю Вселенную и вышел за поделы Вселенной и через год вернулся. Еще одно имя Кришна – йоги ашвара. Существует много йогов и много принципов в йоге, но Кришна господин йоги. И если обыкновенные йоги могут проявлять те или иные чудеса, то почему вы думаете, что Кришна не может проявлять чудеса? Он йоги ашвара, он господин всех йогов. Но через йога пракрия, то есть через проявление йогических мистических сил, человек не может стать Богом. Бог отличается от всех. И Кришна как раз был этим Богом. Об этом говорят его деяния. Здесь он говорит то, что я собираюсь объяснить из ведического Писания. Кришна говорит намэ партхасти картавьям. Мне не нужно ничего делать. Ему не нужно ничего предпринимать. И тем не менее он так могущественен. И это подтверждается в ведических писаниях. Утверждается, что Брахман напис так Натасия Кариям Каранам Чавидяты. Природа Брахмана такова, что ему не нужно ничего делать. Ему не нужно ничего делать. В этом различие между Богом и нами. Чтобы достичь определенной цели, нам нужно сделать все необходимое для этого. Но Богу не нужно делать ничего. Натасия Кариям Каранам Чавидяты. Натасиям Чабьят Якаш Чадри Шяты. И нет никого, кто был бы равен ему, или кто был бы более велик, чем он. Такое определение дается в ведической литературе. Богу не нужно ничего делать, и никто не равен ему, и никто не более велик, чем он. Это означает, что все ниже его, все ниже его. Никто не может быть равен Богу. даже такие великие полубоги, как Шива и Брама. Их считают самыми высшими полубогами. И тем не менее, в Писании говорится, что никто не должен оставить этих полубогов, даже Шиву и Браму, на один уровень с Вишну. Вишну Верховной Личностью Бога или Кришны. И Кришне не нужно ничего делать. Бог, то есть тот, кто на самом деле является Богом, ему не нужно ничего делать. Он Бог с самого начала, и Он всемогущий, и Он обладает всеми достояниями. И это Бог. Кришна говорит, мне не нужно ничего делать. Три Шулок и Шукин Чана. И не только на этой земле, но во всех трех мирах. Я могу отправиться в любое место, я могу сделать все, что угодно, я могу видеть все, но тем не менее, для этого мне не нужно ничего предпринимать. Мне не нужно прилагать для этого усилий на Абаптам Абаптавям и неверно считать, что мне чего-то не хватает, что я не завершен, не закончен. Мы работаем, потому что мы видим, что нам чего-то не хватает. Нам нужно стремиться к чему-то. Либо это касается духовных возможностей, либо материальных. Нам нужно работать, потому что нам чего-то не хватает. Но Кришна не является таким. Ему не нужно заполнять какие-то пробелы. на анаваптам. И тем не менее, Вартаевача Кармани, он говорит, Арджуна, посмотри, тем не менее, я занят исполнением мирских обязанностей. Почему? Чтобы показать пример идеального человека. Хотя он не был человеком, он был Богом, но он просто играл роль человека. и поэтому он хотел показать пример идеального человека. Почему он принимал участие в сражении? Лично ему не нужно было стремиться к какой-то выгоде. Почему же он принял участие в сражении? Ради справедливости. Он хотел, чтобы это сражение состоялось ради того, чтобы была восстановлена справедливость. Вы не можете устранить насилие из этого мира. Таково наставление Кришны в Бхагавадгите. Если это необходимо, следует применять насилие. И Кришна побуждала Арджуну применить насилие. Арджуна хотел отказаться от насилия, но Кришна говорил, ты должен сражаться, ты должен сражаться, потому что это сражение устраиваю я. И существуют примеры, существуют определенные примеры, нет ничего плохого, нет ничего хорошего. Если за этим не стоит какой-то цели. Таков весь смысл учения Бхагавадгиты, нет ничего хорошего, нет ничего плохого. В материальном мире мы увидим в любом случае, что что-то плохо и что-то хорошо. Как существует это выражение, цель оправдывает средства. Кришна Кришна говорит здесь, что ему не нужно ни к чему стремиться. Ему не нужно стремиться к какой-то выгоды, он полон в себе. Но просто для того, чтобы показать пример миру, он принял участие в этом сражении, потому что он хотел установить эту истину о том, что не следует избегать сражение, если это сражение преследует благую цель. Такова была его миссия. И затем он говорит «Ядих яхам навартаям» «Манушья». Посмотрите, здесь он говорит «Манушья» означает «все люди». Кришна не предназначен для какого-то определенного общества или религиозной общины, или определенной страны, или определенного времени. Нет. Кришна это лидер для всех людей, для всех времен, для всех стран, для всех миров и для всех вселенных. Он не представляет собой какого-то сектантского бога. Мы должны знать это. Манушья, Манушья, это слово стоит во множественном числе. Оно переводится «все люди». Все люди. И Кришна говорит «если своими действиями я не установлю пример, то все живые существа пойдут по ложному пути, поскольку я веду всех людей. Я лидер для всех людей». Если бы я не показывал все на собственном примере, люди пошли бы по ложному пути. На самом деле, мы видим это. По крайней мере, в Индии можем наблюдать. Бхагавадгита, мы всегда должны помнить, что Бхагавадгита был рассказан на поле битвы, на настоящем поле битвы. Такой великий человек, как Махатма Ганди, хотел доказать принцип ненасилия, взяв за основу Бхагавадгиту. Он провозглашал доктрину ненасилия. Ему очень нравилось это. Вы видели фотографии Махатмы Ганди, скорее всего, на всех фотографиях он всегда стоит с Бхагавадгитой вот так. Фактически, Бхагавадгита была его жизнью и душой. Каждое утро он проводил лекцию по Бхагавадгите и каждый вечер он читал лекцию по Бхагавадгите. Бхагавадгита была его жизнью и душой, но, к сожалению, он интерпретил Бхагавадгиту по-своему. Несмотря на то, что он принял Бхагавадгиту как самое дорогое, что у него есть, он интерпретировал ее по-своему. Но не следует пытаться понять Бхагавадгиту таким образом. Поэтому такой великий человек, такой благонамеренный человек, он был не только великим, он был очень хорошим человеком в мирском понимании. Все было замечательным, его характер, его поведение, то, как он вел себя с другими. Он был идеальным человеком. Но посмотрите, он был убит, к нему было применено насилие, он не смог остановить это насилие. Он был убит? Да, он был убит. И в чем заключалась его идея? он хотел объединить индусов и мусульман в Индии. Британское правительство постоянно устраивало стычки индусов и мусульман. И в конце концов они достигли своей цели. Индия разделилась на Пакистан и Индию. И Махатма Ганди посвятил всю свою жизнь объединению, делу объединения индусов и мусульман. К сожалению, в конце концов, ему пришлось быть свидетелем того, что индусы и мусульмане разделились. И Индия разделилась на Пакистан и Индию. И его движение за ненасилие также потерпело поражение. Таким образом, мы будем идти по ложному пути, если мы не следуем за тем, за кем нужно следовать, то есть за Махаджаном. Махаджану Йенагатаса Панта. И как бы велик я ни был в оценке невинной публики, я буду идти по ложному пути. Это будет ложный путь. Поэтому необходимо следовать преемственности. Это будет правильно. и мы должны следовать принципам, которые устанавливает Кришна. Кришна не выступает за ненасилие, поскольку вы не можете устранить насилие из этого мира. Это невозможно. И поэтому Кришна сам присутствовал на поле битвы, и он пытался побудить Аджуну сражаться. Аджуна отказывался, но он побуждал его сражаться. Нет, он должен сражаться. Ядьяда Чарти Шешта. Итак, мы должны следовать поступам великих Дармаси Татвами Хитам Гухайам Махаджан. В Шримад Бхагаватам вы найдете утверждение о том, что нужно принимать религиозные принципы, следуя примеру, который показывали в своей жизни великие люди. Религиозные принципы в Бхагаватам объясняется Тарко Апратишта. Если вы хотите прийти к какой-то религиозной истине, вы не сможете прийти к этой истине с помощью своей способности логически рассуждать, с помощью аргументов. Это невозможно. Например, я могу быть очень хорошим религиозным человеком, но, может быть, я не очень хорошо спорю. Если я встречу человека, который может очень хорошо спорить, кто очень досконально знает логику, он победит меня. Он своими аргументами просто сведет мои аргументы к нулю, просто перечеркнет мои доводы, мои заключения. Поэтому невозможно прийти к религиозной истине просто через аргументы логические заключения. Это невозможно. Тарко Пратиште Шуртаё Вибина. Шуртаё означает «Богооткровенное писание». В мире очень много «Богооткровенных писаний». Есть Веды, Пураны, Библия, Коран и много других религиозных книг. Если мы будем читать их, мы увидим, что несмотря на то, что в них одна цель, в них заключена одна цель, тем не менее, есть определенные несоответствия. Они отличаются друг от друга. Шутэё Вибина. Вибина означает, что они отличаются друг от друга. Шутэё Вибина на саври ширьясья матам навиннам. И то, что касается философов, один философ пытается победить другого философа. Именно так устроена философия. Насаври ширьясья матам навиннам, дармасиятатвам, нихитам гухаям. Поэтому эта истина, которая касается религии, очень сокровенна. Нихитам гухаям. Гухаям означает, что она очень сокровенна. Как же узнать эту истину? Махаджану иенагатасапмата. Просто попытайся найти какого-нибудь великого человека, великого религиозного человека, и попытайся следовать ему. Просто попытайся следовать. Конечно, у вас могут быть определенные представления об этом великом человеке, какой-то свой идеал. Но вы должны также проверять этого человека. В Шиметбхагаватам перечислены 12 различных имен, и утверждается, вот эти являются великими, и мы должны следовать тем принципам, которые они указывают, принципам их ученической преемственности. И тогда мы сможем достичь этой истины. И здесь говорится о том же самом. Ядьядачарати шишта слога стадана вартата и Шти Кришна сам. Несомненно, Кришна является величайшим. Он был величайшим в те дни, и сейчас также он величайший. И не только в Индии, во всех частях мира Кришну принимает как признает великим, поскольку он дал философское учение Бхагавадгиты. И в каждой стране Бхагавадгиту очень внимательно изучают. Несомненно, он великий лидер. И если мы следуем Кришне, мы должны не только воспевать Харе Кришна мантру, но также следовать принципам, которые указаны в Бхагавадгите. И тогда мы сможем достичь успеха в своей жизни. Мы должны применять эти принципы в своей практической жизни. В противном случае наши попытки ни к чему не приведут. Это объясняется в следующем стихе Утси-де-юр-име-лука Кришна говорит, если я не покажу живым существам идеал, если я не покажу праджам идеал, праджа означает те, кто родились праджи. Джа означает рождение Джанма и праджа Пракришта Рупена Джа. Например, жители государства также называются праджа, те, кто родились в том или ином месте. И Кришна говорит, если я не устанавливаю пример, собственный пример в своей жизни, то появится нежелательное население. нежелательное население. И это как раз то, что сейчас происходит в мире. Поскольку люди не следуют принципам сознания Бога или сознания Кришны, сейчас мы видим, что это нежелательное население есть во всем мире. и здесь совершенно ясно написано Санкарасия Чакартасиям. Санкарасия означает вырождение, деградация рода. Санкарасия существует определенная церемония зачатия ребенка, которая совершается в соответствии с физическими ритуалами. И очень хорошо объясняется, как нужно совершать церемонию. Она называется Гарпадана Самскара. Прежде чем начинать ребенка, нужно сделать его совершенно чистым, осветить его. И муж и жена проходят через эту священную церемонию, и потом они имеют совокупление, появляется ребенок, и этот ребенок оказывается очень замечательным ребенком. И существуют определенные принципы, как начинать хорошее население, как создавать хорошее население. И эти принципы касаются уже самого процесса рождения. Кришна говорит, если я не показываю идеальную жизнь, то население станет Санкарой. Санкара означает нежелательное население. Это люди, которые постоянно приносят беспокойство. от таких людей никогда не будет мира в этом мире. И это как раз то, что мы чувствуем сейчас. В мире нет покоя, нет мира, поскольку население стало нежелательным населением. И когда численность такого населения увеличится, естественно, будут болезни, голод, будет война, и население будет вырождаться, люди будут погибать. Таков закон природы. Это также признается в экономике. Это называется мальтузианская теория. Возможно, вы знаете, что когда появляется нежелательное население, возникают три вещи, естественным образом. Природа так устраивает. Это голод, чума, заразные болезни, и война. И таким образом люди погибают. И в то время, когда Кришна устроил эту войну, было очень много таких нежелательных людей, нежелательного населения. И он устроил войну. И мы должны следовать вот этому принципу Бхагавадгиты. Если мы хотим хорошее поколение, если мы хотим, чтобы было хорошее население, и вот этот конечный принцип Бхагавадгиты мы находим в последней части Бхагавадгиты Сарват Харман Падетеджа. И это настоящая религия. В четвертой главе вы можете прочитать, перехожу в виде воплощения Яда-Яда-Хидармаси Гланир Бхавати Бхарата. Я прихожу тогда, когда есть какое-то упущение в религиозной практике, когда люди отклоняются от религии. Яда-Яда-Хидармаси Если есть какие-то упущения в религиозной практике, это означает, что безбожие начинают занимать свои позиции. Абютанам Адхармаси Паритраная Садху Нам Винаша Чедушка Итам Садху означает те, кто в действительности следует религиозным принципам. Такие люди называются Садху. Садху означают благонамеренные люди. И объясняется, кто такой Садху. Стикшего Каруника Сугридасар Винаша Садху 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 означает Титикшева Титикшева это очень терпеливый человек очень очень терпеливый человек Титикшева Каруника и в то же самое время очень добросердечный и мы можем увидеть эти два качества у Господа Иисуса Христа если мы прочитаем его жизнеописание. Он был таким терпеливым и в то же самое время таким добрым ко всем людям. Понимаете? Титикшева Каруника Сугридасар Вадегина и он был другом для других. Садху это друг всем живым существам. Он не только друг людей, он также друг животных, он друг деревьев, он друг для муравьев, для червей, для рептилий, для змей, для всех. Титикшева Каруника Сугридасар Вадегина и Аджата Шатру. И поскольку он друг для всех, у него нет врагов, но к сожалению этот мир настолько неблагодарен, что даже у Садху появляются враги. Как например, появились враги у Господа Иисуса Христа и у Махатмы Ганди также были враги, которые убили его в конце концов. Этот мир настолько коварен и полон предательства, что даже у Садху появляются враги, понимаете? Но у самого Садху нет врагов, он ни в ком не видит своего врага, он друг для всех, Титикшава Короника Сухрида Сарвадагинам и Аджата Шатра Шанта, он всегда умиротворен. Вот таковы качества Садху святых. Итак, Господь приходит сюда, паритраная Садху нам. Особая цель того, что он приходит в своих воплощениях заключается в том, что он спасает Садху, потому что демоны всегда преследуют Садху. Демоны и атеисты, они всегда готовы преследовать Садху, доставлять им неприятности. Господь приходит, паритраная Садху нам, просто ради того, чтобы защитить Садху или святых и также винаш и очедуш критам для того, чтобы уничтожить мошенников, негодяев. Такова его миссия. Когда Господь Кришна приходит или когда приходит какое-нибудь воплощение Господа, конечно же, не тот человек, который объявляет себя воплощением. Все воплощения Господа перечислены в физической литературе. И никто не может стать воплощением, никто не может объявить себя воплощением. Каждое воплощение упомянуто в ведических писаниях. Когда и как то или иное воплощение приходит, чем оно будет заниматься, какова его цель, в каком месте оно появляется. И указываются все детали. Существует целая таблица, целый перечень воплощений. И никто не может стать воплощением, если о нем не упоминается в этом перечне. Например, воплощение Калки, я уже несколько раз рассказывал вам. Воплощение Калки появится через 4 миллиона лет. И упоминается его имя в Бхагавата и то место, где он появится. И также упоминается имя его отца. Вот это и есть воплощение, инкарнация. И Господь приходит, принимая воплощение с двумя целями. Во-первых, чтобы защитить святых людей и для того, чтобы уничтожить атеистов, демонов. И также для того, чтобы установить истинную цель религии, утвердить эту цель религии. И был поставлен вопрос, в этом ли истинная цель религии. И Кришна говорит, я прихожу для того, чтобы утвердить цель религии. Ядаяда и Дармасия Гланир Баватти Дармасамстапанартая Душкритам То есть он приходит для того, чтобы выполнить две этих функции. И третья цель его Дхармасамстапанартая Он приходит для того, чтобы установить принципы религии. Его последнее слово это Сарва Дарман Парит Саджа Мамакам Шарнам Раджа Оставь все эти разнообразные религии, которые ты придумал. Просто предайся мне. И религиозный принцип означает предаться Богу и ничего помимо этого. Вот и все. И в этом состоит истинный настоящий принцип религии. Религия, в которой нет сознания Бога, это не религия. Это никакая не религия, по крайней мере, если следовать Бхагавадгите. Если нет сознания Бога, если я не пытаюсь установить свои взаимоотношения с Верховным Господом, не может быть и речи ни о каком религиозном принципы. Вы можете заявлять о каких-то новых религиозных принципах, и каждый день, каждую секунду эти так называемые религиозные принципы выдумываются во всем мире. И появляется так много религиозных групп, которые исповедуют теленные принципы. Но в соответствии с Бхагавадгитой истинный религиозный принцип это установление утраченных взаимоотношений с Верховным Господом. Мы навечно связаны взаимоотношениями с Верховным Господом. Точно так же, как сын и отец связаны взаимоотношениями на всю эту жизнь. И невозможно уничтожить эти взаимоотношения. Сын может взбунтоваться против своего отца, но он не может сказать, это не мой отец. Разве это возможно? Нет, это невозможно. Как это возможно? Я могу не соглашаться с отцом по многим вопросам, но если кто-то спрашивает меня, кто твой отец, я укажу на этого человека, на своего отца, которого я стал считать своим врагом, если такое случается. Точно так же наши взаимоотношения с Верховным Господом невозможно уничтожить, разорвать. Это невозможно. точно так же, как взаимоотношения отца и сына невозможно уничтожить. Если мы хотим уничтожить свои взаимоотношения с Верховным Господом, с Богом, с помощью каких-то искусственных средств, в результате мы будем становиться все более и более несчастливы. И поэтому основное занятие человеческой цивилизации заключается в восстановлении этих утраченных взаимоотношений. И мир страдает именно по той причине, что эти взаимоотношения были утрачены. Это безбожная цивилизация. И такое положение нельзя терпеть. Людей нужно научить этому. Они должны возродить свое сознание Бога или сознание Бога любыми возможными средствами, и тогда они будут счастливы. В этом состоит весь принцип. Господь Кришна говорит «Утси де юре мэлока». Если я не покажу такие примеры, то все население мира деградирует, осквернится, и появится нежелательное население, и весь мир превратится в ад. И он будет неподходящим местом для обитания благочестивых людей. Поэтому он говорит «Сакта кармани авидвамсу ятхак курванти барата». «Чикиршу лока сан грамм». «Кто-то может сражаться ради каких-то личных целей. В настоящее время мы видим, что люди сражаются из-за каких-то своих личных амбиций, чтобы осуществить какие-то личные цели. люди». Но это не должно быть поводом для сражения. Не следует идти ни на какой риск ради личных амбиций. И Кришна говорит «Глупые люди работают с очень сильной привязанностью к своему чувственному наслаждению». Точно так же те, кто образованы, те, кто продвинуты в духовном знании, могут работать точно так же, но при этом они не ставят перед собой цель удовлетворить свои чувства. Как это возможно? Например, торговец занимается каким-то бизнесом и очень тяжко трудится день и ночь, пытаясь накопить какую-то сумму денег. Преданный Господа тоже может зарабатывать деньги, действуя так же, то есть работая день и ночь. И внешне может показаться, что нет разницы между этим человеком и этим человеком. Оба они работают день и ночь, пытаясь заработать деньги. Но преданный или человек, установивший свои взаимоотношения с Богом, будет тратить эти деньги совершенно иначе. Он не будет тратить эти деньги на удовлетворение чувств. Он будет тратить их на то, чтобы развить сознание Бога. И это идеальный человек. И поэтому в том, что он зарабатывает деньги, нет никакого вреда. Если вы работаете и если вы даже привязаны к своему бизнесу, к своей работе или к чему бы то ни было, чем вы занимаетесь, это не имеет значения. Я уже объяснял до этого. Результаты деятельности следует отдавать Богу. Например, Рупа Госвами. На днях я приводил этот пример. Когда они с братом уходили со службы, с правительственной службы, они привезли домой две лодки полные золотых монет, миллионы рупий. И они отдали 50% своих накопленных средств Богу. 25% они отдали родственникам, потому что те тоже ожидали от них каких-то денег. А 25% они отдали на хранение в банк на свои нужды, на случай крайней необходимости. И здесь Кришна также говорит «Сакта кармани авидвамса». Глупец, который стремится только к чувствованию наслаждения, работает полностью погруженный в свою привязанность, полностью погруженный в свое желание. Я хочу получить эти деньги, я должен иметь эти деньги, я должен накопить счет в банке и так далее, и так далее. И точно так же Ядха Курванти Барата преданный видвамш, видвана означает ученый, образованный, преданный может работать точно так же, но он будет тратить эти деньги таким образом, как было показано в этом примере. И вот этот пример, такой великий человек, такой богатый человек, он раздал свои деньги, например, Рупагу Свами, он раздал свои деньги именно таким образом. Поэтому преданные, то есть люди, которые следуют принципам преданности, должны смотреть, как действует идеальный человек. Предыдущий Ачарь или предыдущий преданный, то есть гуру или духовный учитель, имел столько-то и столько денег, например, и он раздал их вот таким образом. Таков был принцип распределения своих средств. И люди обычно следовали этому. И Кришна советует Арджуне, стань идеальным человеком, сражайся для Бога, и тогда ты станешь идеальным человеком, и другие будут следовать этому принципу, который ты показал. И это то, что я хочу, и именно поэтому я даю вам эти наставления. Большое спасибо. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, вы можете задать их. Если человеку мешают выполнять его законные обязанности, то это настоящее насилие. Несколько лет назад я был в Джанси, я еще не был в Саньяси. я поехал туда по приглашению своих друзей, и они попросили меня прочитать несколько лекций. Это был день рождения Ганди, и они попросили меня рассказать что-нибудь о принципе ненасилия. И я стал говорить, что насилие это когда кто-то мешает человеку исполнять его обязанности. Вот это есть насилие. Такова была моя точка зрения. То есть когда вмешиваются в дела другого, в чужие дела, у каждого человека есть основной долг в жизни. И если кто-то мешает исполнению этого долга, то это насилие. И я хотел показать, и на самом деле это доказывается в ведических произведениях, я хотел показать, что человеческая жизнь предназначена для осознания Бога, для установления взаимоотношений с Ним, утраченных взаимоотношений с Богом. И это необходимо для каждого человека. И несколько раз объяснял это. Человек отличается от животного тем, что животное не знает, в чем цель жизни. Человеческая жизнь предназначена для самопознания. Если какая бы то ни было цивилизация препятствует прогрессу людей в сфере самопознания, то это самое злостное насилие. поскольку таким образом препятствует естественному прогрессу жизни людей. Человеческая жизнь представляет из себя вот такую возможность, когда человек должен положить конец всем несчастьям, материальной жизни. Человеческая жизнь предназначена для этого. Это цель человеческой жизни. Если люди не получают образования в этом смысле, если людям не показывают этот свет, если люди вводят в заблуждение, указывая им другие пути, то это самое величайшее насилие по отношению к населению, по отношению к людям. И в соответствии с писаниями, таких людей называют атмахан. Атмахан означает величайшее насилие по отношению к людям. к населению. В писаниях их называют атмахан. Атмахан также означает самоубийство, те, кто совершают самоубийство. Есть очень хороший стих, где этот материальный мир сравнивается с огромным океаном. Например, очень трудно пересечь этот огромный Атлантический океан. Например, от Нью-Йорка в Португалию. Например, Колумб плыл из Португалии в Америку. Сейчас у людей есть большие оснащенные корабли, но ему пришлось столкнуться со множеством трудностей. Это очень трудно пересечь Атлантический океан или Тихий океан. Но если у вас хорошее следствие передвижения, корабль или что-то еще, вы можете очень легко пересечь океан. И материальная жизнь сравнивается с этим огромным океаном, а человеческое тело с хорошей лодкой. Человеческое тело это очень хорошая лодка для того, чтобы пересечь этот океан. А духовный учитель это хороший капитан. А наставления Кришны и наставления вет это попутные ветры. Например, если вы хотите пересечь Атлантический океан, начиная плыть из Нью-Йорка, если ветер будет дуть с запада, то ваше путешествие будет очень успешным. И наставления вет это попутные ветры. А выдающиеся Ачарии сравниваются с капитанами. И это человеческое тело сравнивается с хорошим кораблем. И если живая душа, которая находится в таком благоприятном положении, не пересекает этот материальный океан, это означает, что она совершает самоубийство. Она совершает самоубийство. Саева Атмахан. Мы должны воспользоваться этим благоприятным положением, этими благоприятными условиями и положить конец этому несчастному материальному существованию. Но если человек не пытается воспользоваться этим, он совершает самоубийство. Такова точка зрения Бхагаватам. Человек совершает самоубийство, либо сам, либо цивилизация. Она тоже может совершать самоубийство, препятствуя этому процессу. И это самое злостное насилие, потому что люди начинают идти не по тому пути, вводятся в заблуждение. Такова идея, которую защищают Священные Писания. Человеческую жизнь следует использовать только для духовного самоосознания.